Всем привет! Меня зовут Наталья Инспири. Я исповедую философию цифрового минимализма и веду YouTube-канал о том, как начать новую жизнь и измениться до неузнаваемости. Сегодня ко мне пришла просто гениальная, хотя совершенно дурацкая, если честно, идея для видео — это смотреть с вами мои старые сохранёнки из ВКонтакте и вот с моей реакцией здесь и сейчас на них. Почему у меня вообще возникла такая идея? Дело в том, что картинки именно из ВКонтакте когда-то очень сильно на меня повлияли. Я, живя в своей деревне, увидела, что существует другой какой-то абсолютно стильный мир, прикольный, и как-то заразилась идея и блога, и самосовершенствования и так далее. Там, в тех картинках, будет совершенно всё вподряд. Ну, реально какой-то рандом, поэтому давайте сейчас вместе с вами всё это посмотрим и запишем. Погнали! Так, ну, первое — это у нас вообще абсолютно какой-то странный лук. Мне очень понравилась эта, наверное, дублёнка, этот стиль. Я не знаю, каких годов эти фотки с блогов, но первое, что я увидела, мне не понравилось. Я не понимаю, почему я это сохранила, но, видать, меня очень сильно впечатлила эта синтетическая дублёнка, наверное. Хотя сейчас, заметьте, такие в моде, такую сейчас можно носить. Но конкретно вот эту вещь я сейчас бы на себя не надела. Следующее. Ну, да, был в моде такой стиль. Ты, типа, такая вся нежная, но при этом с проявлением всяких там шипиков. О, ну, это, конечно, макияжи. У меня таких сохранёнок было много. Конкретно оранжевым я не красилась, но обожала вот эти вот переливы, когда от одного цвета к другому. И если у тебя так глаза не накрашены, то считаешь, что ты, в принципе, никуда не собралась. Вот, да, такого добра, конечно, много. Здесь даже написано мейкап Зина Грекова. Зина Грекова, молодец. Вот так я, кстати, красилась. Не знаю, есть ли у меня фотки с таким макияжем, но я очень сильно красила свои глаза. Ну, тут всё понятно. Бесконечное стремление к какой-то худобе, к тонким ножкам. Хотя я бы сказала, что это не самое страшное из того, что я сохраняла. Бывает, я просто сохраняла ножки-палочки, мечтала о них. Все сидели на этих каких-то соковых диетах, там, 200 калорий в день. Я уже не помню, но это у меня никогда такого, слава богу, не получалось. И мне очень жаль девочек, которые действительно портили себе здоровье на этих диетах. Но всё идёт. Стремление к идеальной фигуре. К идеальной фигуре. Идёт ещё оттуда. Внезапное прямое включение. Пока я делала обложку для этого чудесного, забавного видео, я вспомнила, что не рассказала вам о том, что вебинар по YouTube, который состоялся 20 августа, доступен в записи вместе с гайдом по нему. То есть, кроме того, что там на три часа информации, если получили больше, чем ожидали отзывов в Telegram, то вместе с доступом к самому вебинару вы получите гайд по YouTube текстовый, красиво оформленный. Все подробности под этим видео. Либо же пишите мне в личные сообщения, в Telegram. Также, если вы давно-давно-давно хотели снимать видео на YouTube, но постоянно откладывали, прокрастинировали, чего-то ждали, то считайте, что это знак от вселенной. Пора начинать. Ну, я же вам говорю, я, кстати, очень классно красилась. И в каком-то из... Когда-то давно, наверное, может быть, в 2013 году я начинала уже вести YouTube-канал. 2013-2014 год. У меня тогда и под видео было что-то 30 тысяч просмотров. Оно было второе или третье на моем канале. Тогда это было реально очень много. Но я забросила. Я забросила. И я помню, что вот как раз-то мне все говорили, Наташа, ты должна вести канал о том, как ты красишься, как ты макияжи делаешь. И тогда это было на буме в таком популярности. Но я отказалась от этой здеи. Меня почему-то это всегда раздражало. Типа, не хочу я краситься, отстаньте. Ну, краситься для видео. Вы переоцениваете людей. Они тупее, чем вы думаете. Я была очень надменной девочкой. Согласна ли я с этой фразой сейчас? Отчасти, да. Люди иногда оказываются гораздо тупее, чем ты о них думаешь. Но теперь я смотрю на это через призму взрослости. Во-первых, не все. Во-первых, это не значит, если ты не согласен с человеком, что он тупой. Во-вторых, это просто по-разному мы воспринимаем мир. Что для одного важно, для другого вообще не имеет значения. Теперь я считаю, что все гораздо многогранней, чем, наверное, тогда я вкладывала вот в эту фразу. Чтение детермирует вербальную аддитивность. Увеличивает словарный запас. Я себе переоценивала. Жесть. О, да, такая вот сохраненочка. Фотка выглядит как будто с упаковки краски для волос. Не знаю, что мне понравилось. Сейчас я вижу это абсолютный фотошоп, синтетика. Сейчас бы меня такая фотка не вдохновила. Но тогда, видать, вот эти очаровательные кудри для девочки с прямыми волосами имели какое-то большое значение. Ну, это, конечно же, дикость, понимаете. Львицы, тигрицы. У меня в те годы, кстати, были леопардовые леггинсы, если что. Поэтому неудивительно, что я сохранила такой странный, как в червячках, макияж для губ. Видать, меня очень впечатлила эта картинка. Да, и вот таких вот девочек я очень много сохраняла. Вот таких вот вообще. Я не знаю, был ли тогда такой фотошоп и жесткие маски. Масок-то не было. Фотошоп, наверное, был, естественно, как на предыдущей фотке. Но тогда как-то, если ты видел красотку, ты думал, да, скорее всего, действительно, она красотка. Или даже вообще не сомневался. Сейчас же все такие красавицы. Что ж, неловко как-то. Насколько это неэтично по отношению к самому себе использовать все эти маски. бесконечные. Ну, такое, конечно, спорная тема. Но я не использую маски и не хочу. И вообще, я считаю, что это оскорблять саму себя. Сижу в инете. Инете. Чувствую запах жареной картошки. Стоп! Я ведь ее варить поставила. Вот это первые разы. Вообще, я заметила по жизни, что когда ты залипаешь в интернете, у тебя обязательно что-то в инете. У тебя обязательно что-то сгорит на кухне. Картошка, либо яйца пожарятся вместо варки. Да, получала, конечно, от мамы я знатных люлей. Пока в инете сидела. Волосы. Ну вы что, эти волосы с кудрями, которых у меня никогда не было. Волосы были, но кудри, чтобы на длинных волосах уложить, никогда не получалось. И я всегда об этом грезила. Пока волосы в итоге не обрезала и не стала действительно счастливой и самодостаточной. На пути развития не может быть компромиссов или двойных стандартов. Чтобы измениться, придется говорить нет. Тому, к чему привык. И говорить да тому, чего не делал раньше. Абсолютно согласна с этой фразой. Молодец, Наташа, что обращала внимание на такие цитатки. Может быть теперь, кстати, их влияние и прослеживается на том, что я говорю нет. Тому, к чему привыкла и что отжила. И говорю да новому. Саморазвитие всегда сложно. Потому что если вы развиваетесь, вы всегда будете делать что-то новенькое. А что-то новенькое делать всегда тяжело. И всегда ты как бы сомневаешься в своих силах, пока не сделаешь это. Вот. Зачем начинать завтра заново, если можно не срываться сегодня? Срывы, срывы, срывы. Диеты, срывы. Тогда никто не говорил про РПП. Всем казалось нормально не есть неделями. Пропагандировать вот эти жесткие, жуткие просто диеты. Когда ты вообще тупо ничего не ешь неделями. И у меня, слава богу, опять же повторюсь, не хватало на это все силы воли. У меня хватало силы воли только на срывы. И, ну я не скажу, что это сила воли. Это отсутствие здравого смысла вообще какого бы ни было. Я не хочу никого замотивировать, не дай бог, там что-то не кушать. Нет, это плохо, это неправильно. И это не то, что там, знаете, что-то там вредит вашему здоровью. Это правда так, это ни к чему не приведет вообще. И поэтому срываюсь ли я сегодня? Нет, я больше не срываюсь. У меня нету срывов с диеты уже последние несколько лет, наверное. Может быть, года два. Я не помню, когда я последний раз прям нарушала диету. Почему? Потому что я совершенно по-другому стала относиться к себе и к своему телу. Я себе ничего не запрещаю. Я ем только то, что я хочу. И в этом весь секретик. Когда-нибудь я им с вами поделюсь. Потому что это очень большая тема. Не хочу вставать. Если я встану, то придется общаться с людьми и делать дела. Нет. Вот такой маленький интровертик жил во мне. Типа я такая особенная. Эти люди тупые все. Ой, ну короче, детский сад. Ну вот с этой картинкой я согласна. Она классная. Какая красивая фотография. Вы посмотрите. Реально. Тут, кстати, фотограф, наверное, отмечен. Лиза Бродская. Может, не знаю, загуглить, посмотреть. Работает для человека до сих пор. Но вот это очень красивая фотография. Прям классная. Вот, блин, у меня реально была похожая сумочка. Куплена уже здесь, когда я в Хельсинки жила. Я какую-то дешманскую, стрёмную, вообще похожую сумочку купила. Может быть, без стразиков. Но точно такой же формы. И она у меня в итоге лежала. У меня вообще с гардеробом тоже беда была. Я покупала вещи какие-то несочетаемые, абсолютно дурацкие, настроенческие. То есть сейчас мне очень нравится, как я выгляжу. Я понимаю, что есть еще над чем работать. Но вот это вот я, прям я. А вот это, не знаю. Дальше двигаемся. Макияжи. Да, ресницы я не наклеивала. Но брови вот такие были. И они, наверное, и сейчас у меня похожи, по сути. Макияжи я такие обожала делать вообще. Я прям кайфовала. Но красила сильно, очень сильно. Старила себя, 18 лет, выглядела на 30. Вот эти модные тоже была тема с этими перышками. Я потом когда-то уже спустя годы уже здесь заказала на Алиэкспресс что-то похожее для волос. Оно у меня до сих пор где-то в подсобке, там, в вещах валяется. Выкинуть жалко, но использовать негде. Когда-то я хотела, наверное, какую-то фотосессию для Инстаграм. А теперь как-то мне фотосессии эти вообще не нужны. Есть только по работе, четко для обложек что-то снять. Туфли. Я не знаю, это что тут, конечно, за бренд. Какой-нибудь, не знаю, лабутен. Но у меня были потом какие-то дешманские красные замшевые туфельки, которые я одевала один или два раза. Они были ужасно неудобные. Я их носила как-то с черными колготками, как-то черным луком. Выглядело это не очень, но купила бы я сейчас такие. Вот такие конкретно нет. Слишком высокий каблук, какая-то платформа. Но, наверное, когда-нибудь в будущем я, может быть, куплю себе снова хорошие, только уже и качественные замшевые красные туфельки. А может, не замшевые, может, кожаные. Но куплю. То есть это еще осталось у меня в хотелках. Вот таких роковых красоток, брюнеток жгучих, всех таких на белье, на украшениях, на бровях, на ресницах, в моих сохраненках, наверное, много. Да, мне до сих пор нравится эта девушка. И, наверное, бы плюс-минус так я бы оделась. Да и сейчас я так одеваюсь. У меня есть кожаные брюки, леггинсы бы я не выбрала такие в облипку. У меня есть такие майки, но я бы не одевалась так, чтобы бюстгальтер торчал. Вот. Ну, а в целом, конечно, мне нравится такой вайп. Какой-то хостел. Почему я сохранила это? Не знаю. Мне ничего тут не нравится. Какой-то просто хостел. Бриджит Джонс. Выходные. Что вы делаете? Раньше, да, у меня были такие выходные, даже спустя годы после ВКонтакте, уже когда я была взрослой женщиной, и мне и будни такие были. С грустью, конечно, об этом вспоминаю. Но когда ты, знаешь, ужираешься, упиваешься, усматриваешься контентом просто до состояния животного, сейчас я тоже могу посвятить себе какие-то дни, вечера и даже больше. Но я, конечно, не мучаю себя так. Ну, картинка забавная. Орхидеи. Я всегда любила орхидеи. И сейчас иногда использую их в дизайне своего блога. И конкретно вот эту картинку, она у меня много где пересохранена, я использую. Только вроде бы в черно-белом формате. Да. Мне очень нравится орхидеи. Не знаю эту девушку, не знаю, кто она, но вот таких худых девчонок у меня сохранено очень много. У неё потрясающая фигура, я вот сохраняла. Хотя мне вот сейчас кажется, что у меня, по сути, такая-то фигура и была. Ну, просто я смотрела очень искажённо на себя. Мне всегда казалось, что я какая-то супертолстая. Я сейчас, ну, чуть пополнее, чем девочка на картинке. Хотя, может быть, тоже искажаю своё восприятие. Ну, в общем, диеты, худобы, этого в моих сохранёнках очень много. Иногда вот этих анорексичных, нездоровых тем. Фу. Я иногда вспоминаю себя и хвалю за то, что у меня, ну, не хватало каких-то убеждений, чтобы не есть ничего. Как раньше вот эти диеты модные были. Там 200 калорий в неделю ешь и типа водой их запиваешь. И я даже рада. Теперь я понимаю, насколько у меня хороший инстинкт самосохранения, что я вот на этих диетах, которые пропагандировались, не ходила. Ну, тут ещё девушка нормальная. Там наверняка будет что-то очень-очень за гранью фантастики просто. Каково украшение? Я тоже помню тренд на все вот эти бесконечные жерелья. У меня даже какое-то было. Серебряное тоже с какими-то подвесочками. Купила бы ли я сейчас это? Нет, ни в коем случае. Даже бесплатно. Нет, это не моё. Два правила жизни. Первое, не расстраивайся из-за фигни. Второе, всё фигня. Клёвая девчонка я была вообще такая. Какая странная картинка. Как с какой-то рекламой, какого-нибудь мыла или геля для душа. Ужасно зафотошопленная. Просто даже замыленная. Не знаю, что мне здесь понравилось. Может быть, прическа. Девушка, конечно, безусловно, красивая. Ещё один супер-вычурный макияж. Как будто, я не знаю, танцовщица-бурлеск. Стала бы я сейчас делать такой макияж себе? Нет. Даже на Новый год нет. Вот эти ресницы. И я поняла, что вот конкретно блёстки сияния мне не идёт. Это вообще не моё. Ну, хотелось мне дерзить, понимаете? У меня в те времена даже леггинсы были леопардовые. Я их носила с короткой одеждой. С майкой, например. Ну, и то есть... И вот здесь так волосы закалывала. Я очень хотела быть клёвой. Очень старалась. Сделала то, что мне не идёт. Купила бы ли я сейчас такую обувь? Конечно же, нет. Ну, вот. Ну, смотрите, какой был вайп. Хотя вот эта картинка мне сейчас очень нравится. И я её не помню. Я сейчас смотрю на неё, как будто первый раз вижу. Прикольный такой пинапчик. Мне нравится. Ну, милота, любовь, подростки. Красиво же. А вот это в душу, помню, мне картинка запала. Потому что я смотрела и понимала, что это не рынок. Что это что-то интересное, дорогое. Мне нравится. Вот первые две курточки я бы с удовольствием носила. И что-то там из того дальше. Красивая фотография. Помню, что она мне как-то откликнула сильно. А вот это у меня всё было. У меня было такое украшение. У меня была куртка с клёпками. И похожая фотография в моём блоге. Всё вот это было. И смотрите, кстати, цепи. Имейте в виду. Видите? Как бы они что-то довозвращается. И джинса сейчас в моде, но без клёпок. Сейчас какое-то время пройдёт. Будет опять в моде с клёпками. О, это же бренд этот. Господи. Вот мне тоже картинка очень понравилась. Потому что я, по-моему, понимала, что это что-то на богатом. Никогда такого не видела. Но вот находила где-то в каких-то пабликах. А я не знаю, кто это вообще выкладывал. Кто эти девушки? У них блоги какие-то были. Может, это на английском языке. А может, кто-то воровал эти картинки с англоязычных блогов. И добавлял к нам в паблики. Ну, в общем, это что-то было из другого мира. А это какой-то фотограф. На данный момент какой-то скандальный. Который ушёл от своей жены с ребёнком. Не помню, как его зовут. Тихонов, Тихомиров. Не помню. И он вот фотографировал вот таких вот красоток. Всех супер худых, с татуировками, загорелых. На тот момент уже балийский вайп. Он вроде там чилил. Его фотографии очень много сохраняло. Очень много. Мне казалось, что это просто верх совершенства. Такая худобая стиль. Ну, вот опять же, вы видите, какие девушки мне нравились. Какие роковые брюнетки. Похожа я на роковую брюнетку. Как вы думаете? Не скажу, что на роковую, но на брюнетку я похожа. Опять двадцать пять. Да. Дерзость какая. Как же я это любила. Да и до сих пор люблю. Я бы на самом деле, да, укладку побъёмную сделала. Кофту с закрытыми плечами я могла на себя надеть. Надежду. Надеть. Надеть. И, и, и. Да. Прикольно. Ну, вот это, знаете, нет. Вообще не моё. Я как-то использовала вот эти платочки в волосах. Потом смотрела на фотографии и понимала, что, ну, как на корову седло. Вообще мне не подходит. Не мой стиль. Раньше носила очень много горошка. Сейчас я вообще отказалась от горошка. Максимум могу использовать в одежде вот точечку такую мелкую. Которая даже на горошек не похожа. Было, ну, что я могу сказать? Я предвидела будущее. Я не знаю. Что-то я чувствовала. Что-то грядёт. Так. Детка, ты просто космос. Ну, машинка тут понравилась. Я не знаю, что это, ламборгини или что это. Если бы у меня была возможность купить такую машину, купила ли бы я? Ну, конечно, наверное, да. В таком цвете, в блёстках? Нет. Что это за прелесть? Нашёл гусеницу, зная, что она замёрзнет и умрёт. Устроила я вечеринку. Мне было странное чувство юмора. Окей. Ну вот, опять эти супер худые девочки с приспущенными трусиками. А вот эта картинка мне вообще казалась вверх совершенства. И эти ляжки. Хотя в жизни, опять же, наверное, будет смотреться слишком худой девчонка. Но я была повёрнута. Мне казалось, что надо, надо худее, худее, чтобы кожа влегала кости. Я помню, как я из-за этого парилась, переживала. Я никогда не была такой. Никогда. Но очень хотела. Хочу ли я сейчас такой худобы? Да, я хочу быть худенькой, конечно, стройненькой. Но нет, не такой. Даже не знаю, можно ли на Ютубе такое показывать. Да, опять какая-то супер худоба. Что-то такое. Это нельзя показывать. Это я пролистаю. Это тоже нельзя. Это нельзя, это нельзя. Никогда не следите за мужчиной. Следите за собой. Тогда мужчина будет следить за вами. Ну, вообще-то, да. Только я бы не хотела, чтобы какой-то мужчина следил за мной. Прям следил. Тогда абьюзивные отношения были в моде. Хотя у меня их никогда особо не было. Но тогда надо, чтобы он проявлял чувства. Приезжал за тобой. Забирал тебя. Ревновал тебя. Как-то проявлял свою страсть. Не знаю, что там сейчас вообще. Я замужем давно. Но суть в том, что да. Я согласна, кстати, сразу. Следите прежде всего за собой. Хотите нравиться людям, сначала понравьтесь себе. Хотите нравиться мужчине, понравьтесь себе. Это закон жизни. Дома опасно, везде подстерегает еда. Опять мои эти темы со срывами, едой, запретами. Хорошо, что это в прошлом. Внутри нас такие истории. Хоть фильмы снимай, хоть книги пиши. Не знаю, какие там у меня истории были в том возрасте. Вот сейчас у меня дофига историй. И книгу я пишу. Но тогда я преувеличивала. Драматизировала. Детка, ты просто супер. Да, ты малышка. Классная картинка. Хороший кот. Леопардовые трусы. Мой стиль. Мы с ним на одной волне. Это было утро. Мы просыпались как могли. Не знаю, куда я. В школу мне было не проснуться. Так трудно. О боже. Такая тяжелая жизнь. Худей, учи языки, отращивай волосы. Занимайся своим здоровьем. Учи языки. Отстригай, если хочешь. Вообще просто. Не нравится. Отстригала. Не сдавайся. Начало всегда самое тяжелое. Just do it. Ой, все это было в голове. Это была просто вся моя жизнь. Эти диеты бесконечные, самосовершенствование, стиль, шмотки, тряпки. Для меня и сейчас это важно. Но просто начинала я тогда не с той стороны и как-то драматизировала все. Снова дерзость. Какой-то стиль. Супер загорелая. Все, да. Сохраненочки такие. Снова. Ну вот вы посмотрите. О чем я думала? Такое чувство, что это сохраненки какого-то пацана, у которого какой-то просто пубертат жесткий. А нет, это мои сохраненки. Я девочка. О, Анжелина Джоли и Брэд Питт. Они смотрят телек. Красивые. Почему я ими впечатлилась, не знаю. Я равнодушна к этим обоим людям. Ну, Джоли, конечно, красивая. Но в целом, как человек, она мне не импонирует. Как-то что-то не то. А вот эта красивая бренд. Классный, да. Туфельки. Выбрала ли бы я сейчас это для себя. Да. И джинсы. И полувер вот этот красивый, кашемировый. Туфельки классные. Только если у них каблучок устойчивый, конечно. Снова худобан. Пресс. Пуклый живот. Ну, красиво. У меня, кстати, есть корсет. Один или два. Они такие, как топы. Они не затягиваются. Я их ношу. Мне очень нравится, кстати. Такой стиль. Использую. Стала бы ли я сейчас надевать... Надевать... Стала... У меня заговаривается рот. Стала ли бы я сейчас надевать на голову такую штучку, ленточку. Нет. Не мой стиль. Но вот корсетик это, да, мне нравится очень. Снова женщина какая-то роковая, худая, крутая, брюнетка, с ожгущим взглядом. А вот эту девушку, я до сих пор на неё подписана. Редко к ней захожу. Если не ошибаюсь, её зовут Йоханна. Или как-то так. Она очень классная. Она по-прежнему занимается вот этими макияжами. Она по-прежнему снимает какие-то красивые, очень эстетичные видео. Она вроде бы из Швеции, откуда-то с севера, Скандинавии. Да, она только лучше стала. Она вообще какая-то была космическая. Помните эту фотку там с вытянутым языком, с таким змеиным? Это всё она творила. Просто звезда. Где же они были? Не на Пинтересте? Тамблер у них было ли что? И они там западные девочки. Все, короче, фотки туда выкладывали. И она была просто королевой. И она до сих пор остается королевой. Стиль, который мы заслужили. Ну, тогда, наверное, было клёво. Сейчас мне ничего не нравится. Часы, может быть, если они не со стразами. Макияж. Ну, вот что-то есть сейчас. Похожие уголочки. Тут не рисую, но стрелочки я люблю очень красиво. Брови можно было бы потолще. Не работаешь, жить не на что. Работаешь, жить некогда. Почему я это сохранила? Я в школу ходила. И что-то я... Да не особо-то я работала в подростковом возрасте. Ну, за исключением работы на ферме. Но это не та работа, которая... Работать работу где-то на ресепшене, на заводе или в магазине. Это немножко другое. Почему я это сохранила? Я не знаю. Котик классный. Снова эти девочки. Просто. Да. А, кстати, я ещё повёрнута была не только на худобе, но и на загаре. И загорелой была никогда. Потому что я белоснежка. Мне либо надо под солнцем жить, либо мучить своё тело в солярии, что бесконечно вредно. Я туда ходила, но надолго мой загар не держался. Ну, в общем, я никогда не была худой. Никогда не была загорелой. Никогда не была такой сексуально дерзкой. Я одевалась всегда относительно прилично. Пусть и безвкусно. Время строить дом из одеяла и читать добрые книги. Ноябрь. Этим я до сих пор занимаюсь. Строю дом из одеяла и с кайфом читаю классные книжки. А вы посмотрите, что здесь есть. А вы посмотрите, какая я была молодец и тогда, и что-то понимала. В каком году была сохранёнка? Вот это поворот. Блин, конечно, мне не помогло это, но я чувствовала это, наверное. Но с годами, да, у меня была эта цифровая зависимость. Наташа, ты меня удивляешь. Кто мы, склерозники? Кто мы, склерозники? В чём шутка, что забыли следующий вопрос? Мне было, наверное, очень смешно, раз я это сохранила. Этот неловкий момент, когда все считают человека классным, а ты один знаешь, что он говно. Такое себе. Да, бывает такое. Встречаешься с такими людьми, от которых все в восторге, а ты закатываешь глаза. Но, может быть, ты ошибаешься. Неизвестно. Интересно, я один считаю, что 1990 год был 10 лет назад. Это я в каком? 2000-м сохранила? В 2010-м? В 2010-х, наверное. Раз в 90-м мне казалось 10 лет назад. Мне сейчас кажется, что это было 20 лет назад, хотя это было 30 лет назад. Вот. Ну, посмотрите. Чё? Мне надо, что ли? Как это мне? Может, мне это как-то реализовать сейчас в жизни? Вот это вот... Как вы думаете, добавить мне роковую нотку? Или она у меня уже есть? Как вы думаете? Что надо мне чего-то? Не чулки, конечно, но, может быть, мне быть более какое-то в видео и в жизни. Такое прям... Ну, такое. Не знаю. Что вы думаете? Подойдёт мне или нет? Моника Белуччи. Моя любовь. Просто всегда я боготворю эту женщину. Она мне нравится и как личность, и внешне, и как актриса. Просто у меня, к сожалению, с ней разные типы же внешности. Я не такая сансная, сочная, как она. Но вот... Мне кажется, что что-то внутри меня живёт такое роковое прям. Такое, не знаю. Ну, повторяю предыдущий вопрос. Как вы думаете? Добавить мне что-то от такого стиля? В начале пути мало кто в нас верит. Не правда ли? В начале пути мы даже сами в себя не верим. Поэтому тяжело, конечно, потому что это только начало. Мы не видим, что будет дальше. Мы боимся этого тумана, который перед нами. Но за каждым шагом открывается следующий. И так потихонечку-потихонечку и путь проходится. В общем, на этом я буду заканчивать. Если вам понравилось, я продолжу снимать это видео, потому что у меня здесь картинок. Ещё, наверное, на пять таких выпусков. Поделитесь своими впечатлениями. Понравилось вам, не понравилось? Что вы вообще думаете? Ответьте на вопросы, пожалуйста, которые я задала насчёт роковой женщины вам. Может быть, раз у меня это так глубоко лежало в сердце и до сих пор немножко откликается. Может, мне это как-то реализовать, в конце концов. Но я не знаю, если честно, как. В общем, спасибо, что посмотрели. До скорых встреч. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok